В эфире программа тема часа и мы находимся на железнодорожной станции Марк на месте дислокации аварийно-восстановительного поезда. Алексей Николаевич, здравствуйте. Сегодня с вами говорим о системе менеджмента нарушений безопасности движения. Скажите, что включает в себя система менеджмента расследований нарушений безопасности движения? Какие ключевые параметры? Задача любой транспортной системы – это реализация процесса перевозок. Но в процессе перевозок возникают нештатные ситуации, которые могут привести к возрастанию угрозы безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и, соответственно, самое главное – это жизни и здоровье людей. Для того, чтобы минимизировать последствия, минимизировать уровень тяжести последствий, в компании реализована система управления безопасностью движения. Система менеджмента расследования нарушений безопасности движения – это один из элементов общей системы управления безопасностью движения. Это один из десяти управляемых процессов. Соответственно, он направлен на то, чтобы выявлять самые опасные нарушения безопасности движения, для того, чтобы впоследствии их анализировать, оценивать риски и вырабатывать те эффективные меры, которые будут направлены на исключение повторения в будущем. А если говорить простым языком для телезрителей – вот произошел факт нарушения, то каким образом ведется расследование? – Соответственно, для того, чтобы определить качественно причинно-следственные связи, создается комиссия. Однозначно создается комиссия и в силу ряда тяжестей последствий она создается на разных уровнях. Уровень центрального аппарата, уровень управления дороги или уровень функционального филиала, коим является региональная дирекция. Соответственно, уже председатель комиссии назначает себе в состав комиссии в соответствии с нормативными документами тех руководителей, которые участвуют в расследовании. – Какая задача ревизора? – Задача ревизора – это оценка качества построения причинно-следственных связей и, соответственно, в процессе обеспечения функций своих ревизорских – это построение работы и оценка качества реализации корректирующих мер для того, чтобы исключить те риски, которые будут направлены на повторение. То есть работа ревизора – это не только участие в комиссии, это еще выстраивание профилактической работы. Профилактической работы, которая, как я и сказал, направлена на то, чтобы исключить повторение. – А вот при расследовании от ревизора такая работа что требует? Какие качества, какие функции, вообще какие должностные обязанности? – Вообще ревизора работа требует, во-первых, компетенций в тех вопросах, в которых он работает, а можно сказать в целом, в эксплуатации железнодорожного транспорта. Второе – это самоотдача, иногда даже самоотверженность, ну и принципиальная позиция в тех вопросах, которые поручены курировать ревизору. – А сколько всего ревизоров на Московской железной дороге? – Если брать территориальное управление Брянское, в коем я руковожу, у нас 8 ревизоров отраслевых, которые закрывают те или иные направления. За каждым ревизором закреплено структурное подразделение, он, соответственно, развивает свои компетенции, иногда подменяет ревизоров, которые уходят в отпуск, на больничные листы, и, соответственно, где-то происходят замены. Ну и, соответственно, повышается уровень и компетенции, и навыков ревизоров. Пытаемся развивать людей всесторонне в плане подготовки, в плане, может быть, каких-то перекрестных проверок. Один ревизор проверяет другого, чтобы не было замыленности глаз. – Алексей Николаевич, ну еще со времен повести Гоголя к ревизору люди, в принципе, все относятся настороженно, с такой опаской, с боязнью. Сегодня такая тенденция, она есть? – Ну да, если цитировать классика, то там, может быть, такая позиция, она и была принята в обществе. Но сейчас ревизор – это не тот человек, который карательный орган. Это в большей степени помощник, друг, может быть, в некоторых вопросах и наставник. Так нас учит центральный аппарат. То есть мы должны курировать процессы и помогать владельцу процессов, руководителю процесса, да, соответствовать тем нормативным документам и требованиям, которые требует от нас компания ООО «РЖД». – Алексей Николаевич, не секрет, что эта работа, эта профессия, она требует огромное знание нормативных актов, документов и различных законов. Вот как с этим, ревизору, как он все это усваивает и как часто проходят образовательные процессы? – Образовательный процесс построен на плановой основе. Соответственно, есть на базе корпоративного университета обучения, есть на базе системы дистанционного обучения, час знаний, да, которые ревизоры постоянно осваивают и, соответственно, или обновляют знания, да, те, которые есть, чтобы они не забывались, или что-то познают новое. То есть у нас, в принципе, с этим работа налажена очень даже хорошо. – А каждое происшествие подвержено вот анализу со стороны ревизорской службы или нет? Есть ли тут какая-то специфика? – Однозначно на стадии, например, оперативной информации мы начинаем понимать, да, какая комиссия будет расследовать. Соответственно, мы говорим о чем? Что если тяжелые последствия, да, то не только комиссия ООО «РЖД» работает, там на ряду с ООО «РЖД» работают комиссии федеральных надзорных органов, органов исполнительной власти, да, МЧС, Федеральной службы безопасности. Если есть пострадавшие, включаются департаменты здравоохранения в лице медицины катастроф, участвует РЖД медицина, да, когда принимаем пострадавших в этом вопросе. Ну и, соответственно, задача ООО «РЖД» – это скоординировать работу всех комиссий, да, и как можно быстрее и с меньшими последствиями запустить движение на тех участках, где произошло нарушение безопасности движения. – То есть какой алгоритм? Произошло ЧП, и сразу вы начинаете этим заниматься? – Ну, смотрите, произошло ЧП, да, в силу ряда того, что есть непосредственные свидетели, да, они начинают передавать информацию. То есть мы говорим о чем? Что можно разделить на четыре этапа. Это информирование посредством свидетелей, да, непосредственно, которые участвовали, это машинист, возможно, да, ну, локомотивная бригада, это движенцы, это начальник станции, которые ограничивают перегоны, выходят на место совершения нарушения безопасности. Через дежурно-диспетчерский персонал происходит информирование руководителей как центрального аппарата, так и управления железнодороги и региональных дирекций. Соответственно, анализируя тяжесть последствий, создается комиссия, это второй этап, это организация комиссии и, соответственно, ее работа дальнейшая. Это уже третий этап, да, это непосредственно расследование, в коем мы определяем и собираем информацию для дальнейшего ее изучения, определяем причины и обстоятельства происшествия, соответственно, потом консолидируется все, изучается, возможно, даже происходит экспертиза случившегося, и конечным итогом это техническое заключение, которое дает возможность определить то, почему это произошло, при каких обстоятельствах, причинах, сделать выводы и в заключении принять достаточные и эффективные меры, как я уже говорил ранее, для недопущения и повторения нарушения безопасности движения. Алексей Николаевич, Вы сказали, что в том числе Ваша цель и Ваша задача – это профилактика. А каким образом, на каком этапе она происходит? Значит, она происходит на этапе планирования личной работы от Рослевого ревизора, который входит в штат территориального управления, да, соответственно, мы контролируем и на уровне центрального аппарата есть ситуационный центр, который работает с рисками, который наполняет риски, и факторами рисков, да, соответственно, каждый риск имеет свой вес и свое влияние на итоговый суммарный балл. И, соответственно, мы уже с этим инструментом работаем, ну, очень давно, да, и ревизору проще, смотря в определенную форму, уже работать с факторами рисков на профилактику их снижения. Но наряду с этим мы еще анализируем технические заключения не только тех нарушений безопасности движения, которые у нас на регионе произошли, но и в общем на сети дорог. Для того, чтобы не только отработать те нарушения, которые у нас были, но и у коллег наших, да, для того, чтобы это все легло в план работы ревизора, и мы могли на ошибках наших коллег исключать ошибки у себя. Алексей Николаевич, а вы открыты для обсуждения различных вопросов в своей профессиональной сфере, для погрузчиков, операторов железнодорожного транспорта? Они могут к вам обращаться с целью, вот как раз профилактики, да? Конечно. Мы для всех открыты. Принцип обмена информации, да, и по большому счету даже при расследовании нарушений безопасности движения у нас есть такой принцип, как разграничение ответственности. Да, но по большому счету мы не ищем виновных. Мы ищем те активные отказы, это ошибки персонала, да, и скрытые условия, это могу расшифровать так, как несовершенство процессов производства, да, для того, чтобы их исключать и потом интегрировать в технологию, чтобы, соответственно, это было построено не только с точки зрения личностных компетенций, но и документирование процессов. Ну, давайте завершим наш разговор тем, что, скажем, ну, резюмируем. Сегодня ревизор – это кто? Ревизор – это помощник, наставник, друг и тот человек, который может подсказать владельцу процесса, где у него есть узкие места для того, чтобы мы совместными усилиями пришли к безопасным, доступным железным дорогам, которым приятно ездить, приятно возвращаться и, соответственно, быть полезным в нашей стране. Спасибо большое.